Да нет, да нет. Сюда встань. Я и так встаю, блин. Всем привет. В общем, сегодня у меня будет такое интересное видео, о котором, надеюсь, что будет интересно. Но, по крайней мере, формат, который я хочу предложить, мне кажется интересным. И вы сами в комментариях об этом просили. О том, чтобы надо кооперироваться с другими, так сказать, ютуберами, надо кооперироваться с подписчиками и что-то устраивать, какие-то интересные челленджи и так далее. Так вот, Тима Сплав, мой товарищ, вы его, некоторые, по крайней мере, из вас его знают по моим другим видео. У него сейчас, он завел свой ютуб-канал, тоже выкладывает видео, как бы. Кстати, оставлю ссылку на него внизу. Обязательно подпишитесь, поддержите его подпиской, а то он грустный какой, видите, стоит. Ладно, суть в чем. Сегодня мы решили выехать на пруд и попробовать, скажем так, некий челлендж устроить нахлыст против спиннинга в плане поимки щуки. Единственный, конечно, момент, что, может быть, это не совсем честный челлендж, и он, по крайней мере, на данный момент это только развивается, потому что Дима до этого не ловил щуку нахлыстом. Хотя тема ловли щуки нахлыстом, она довольно-таки в той же Швеции распространена. Есть даже, как бы, соревнования тоже устраиваются, там, спиннингисты с нахлыстовиками. И причем, это, кстати, на ютуб-канале есть, если не забуду, выложу, как вот они на ютубе устраивают эти челленджи. И причем у них, получается, что даже интересно, нахлыстовики ловят реальные дохрена щуки. То есть они вот на мелководье с триммерами, они ловят просто ее там в количестве перелавливают всех, но по крупноте, правда, выигрывают потом спиннингисты. Вот это интересно попробовать, поэкспериментировать. Если сегодняшний день будет больше экспериментальный, потому что Дима не ловил, опыта нет, то я надеюсь, что выйдет еще несколько видео, ой, оса, где мы, собственно говоря, продолжим эту тему и, может быть, на третьем видео уже будет нормальный такой челлендж, не на жизнь, а на смерть. Будем тоже что-нибудь, лимон что-нибудь сожрем проигравший или что-нибудь такое. Да, Дима? Да. Ты поразительно немногословен, ты хоть бы что-то сказал. Я придумываю мертвую кошку на камеру. Ладно, и так я много наговорил, давайте пойдем ловить. Пошли. Пошли. Привет, друзья. Сегодня я хочу представить вам канал Юрия Петруша. Юрий – профессиональный рыболов и спортсмен, а также многими у нас он знаком как автор приманок, фанатик и основатель одноименной торговой марки. На его канале вы найдете отлично снятые рыболовные видео, как словли привычных нам рыб, так и рыб иностранных, но не менее известных. Но самое главное, что помимо рыбалок, Юрий делится с нами своим опытом, рассказывает, как и какими способами ловить. Ссылку на его канал я оставлю в описании. Спасибо. Сегодня у меня будет и джерк тоже. В общем, сегодня я буду практиковать и твич, и джик, и джерк. И может быть даже еще на ратлин ловить. Не просто может быть даже, а точно буду ловить на ратлины тоже. Так, начинать я буду сегодня с мегабас каната, потому что проверено и времени у нас немного. В общем, буду больше ловить сегодня проверенными приманками. Касаемо снастей я сразу про все их рассказывать не буду. По мере того, как буду их брать, я уже буду про каждую из них рассказывать. И вот, первая снасть в моей руке, первый спиннинг, это новинка в моем арсенале, называется Spartex Black Pearl. Собственно, как видите, кастинговый каратыш такой, до 2 метров, 190 сантиметров. И тест у него такой, своеобразный, европейский, 14-29. Почему своеобразный? Потому что я как японолюб, ну или привычный к японским тестам, немножко непривычен к такому. Если бы это был бы японец, это было бы скорее всего 7-29, ну или что-то типа того. Ловить буду и первый раз, поэтому пока ничего сказать не могу, насчет реальности теста или нет. Все это буду, в общем-то, рассказывать уже в ходе моих рыбалок за этот сезон. Соответственно, описание всех снастей, кому не терпится, вы можете найти в описании. Ну что ж, ладно, давайте ловить. Тут для начала я немножко перестраховался. Затянул тормоза, потому что не знаю, как поведет себя еще эта удочка. Ну так вроде, блин, на потрях и не скажешь, а так она от комля практически гнется. То есть, строй среднебыстрый, думаю, честный. Да, строй твичевый. Вот заплывает Димка сплав. Он тоже, как видите, установил у себя камеру и будет себя снимать. Соответственно, на его канале вы сможете увидеть его часть. Ну, возможно, я возьму какие-то его кадры и замонтирую себе. Вообще, конечно, непонятно, как это все снимать и как это все будет. Ну, надеюсь, что все получится. Не забывайте, что я любитель и, в общем-то, попробую сделать хорошо. Племя водяной крысы на воде. Знать бы еще, что это значит. Но это какой-то нахлыстовый, непередаваемый жаргон. Никому не говори. Совсем забыл сказать про катушку, которая здесь стоит. Это Fuego, Diva Fuego, ну, это, соответственно, Diva Tattoo, тот же самый корпус, только без ТВС. И единственное, что, наверное, у нее самое интересное, потому что Diva Tattoo уже всем знакомо, это то, что здесь передатка 8.1, которая мне, кстати, очень нравится. Джерковая удочка у меня тоже на этот сезон новая. Это тоже Spartex и называется эта палочка Opal Jerk. Блин, на самом деле, это одна из лучших, вот, по первым впечатлениям, джерковых палок, что я держал в руках. Прямо такие, я не знаю, сразу она и легла в руку, и очень мне понравилось. Ну, надеюсь, что и так себя, собственно, поведет. Про приманку тоже пару слов. Это Strike Pro. Новинка Gupi называется. Gupi GR в данном случае, то есть маленькая. Младшая модель, это 70 грамм весит, а старшая весит, по-моему, 120. У меня эта удочка, не забыл сказать, она до 49,80 у нее тест, ну, грубо говоря, до 80 грамм. 180 сантиметров тоже такой джерковый коротыш, но это, на мой взгляд, классика. Достаточно просто чуть-чуть подыгрывать на месте этой приманку. Ой-ой-ой, какая шикарная игра. Ну, сейчас осталось посмотреть, как это все дело полетит. Ну, я думаю, что полетит это все очень шикарно. Опять даже я чуть-чуть переусердствовал с тормозами. Так, пока результата никакого. На этом пруду я уже второй раз, но, скажем так, уже знакомое мне место облавливал, но никто не позарился ни на одну из предложенных приманок. Сейчас сплыву, соответственно, пробовать новые места, а потом, наверное, сплаваю, к Димке сплаву, проведаю, что у него там. Возможно, он меня уже облавливает своим нахвостом. Ммм, а тут все оказывается очень мелко. Я почему-то думал, что в этом заливе будет, скажем так, глубоко. Или тут какой-то, не знаю, интересный рельеф на самом деле. Да, его стоит облавить. Я хочу попробовать облавить здесь вот как коса идет такая. Не знаю, насколько это вообще реально джерком сделать. Да, по-моему, совсем нереально, или нужно как-то встать. Ну, можно попробовать зато джигом. Попробую в другую сторону. После джерка очень трудно начать кидать обычные воблеры и джиг, особенно легкий. Кажется, что у тебя в руке ты ничего не держишь. Оп, был удар. Но опять, наверное, маленький шнурочек, как уже с джерком было, бодает его, но ничего нельзя сделать. Но знак хороший. Удар был четкий, такой, бух. Я решил реализовать свой хитрый план. Вот здесь как коса идет такая. И хочу попробовать где-то встать и мимо поводить, скажем так, джигом. Или даже воблер. Ну, не знаю, что получится. Как джиговая палка у меня сегодня это light jig. Ну, и скажем, medium jig выступает тоже от Spartex. Это Black Arrow. И здесь тест 5-15-2-40. Ну, это классический джиговик, который я уже успел попробовать и который мне нравится. Потому что он реально работает в своем тесте. И причем 5 грамм реально уже чувствуется на дне, падение, ну и какие-то контакты. То есть достаточно чувствительная палка. И интересная, как мне показалось. Ну, и, соответственно, выносливая. Я думаю, что это видео, где я на ней поднимал щуку, уже у меня вышло. У меня... Да, вот сейчас прям... Да. Наверное, воблер тут не удастся поводить. Надеюсь, что видео, которое... Где я поднимал ей щуку на кило с чем-то... На тоненьком 08008 шнуре уже вышло. У меня часто хронология у видео бывает нарушена. В общем-то, пока показывает себя с самой лучшей стороны. Ах, блин, не могу понять. Ах, вроде сработала. Завела в камыши. И, наверное, сошла. А, камеру не успел включить. Ёлы-палы. Да, ударила щукой. Я подсек и забыл здесь почему-то затянуть фрикцион. Значит, моя стратегия все-таки сработала хоть немножко. Не, ну как это? Хвастер-то, конечно, не пойманный этой. Это неправильно так делать. Блин, вот на самом деле, казалось бы, одна поклевка, вот уже два часа прошло, так я ловлю, может, чуть меньше. Мне все-таки обнадеживает. Оп. А вот теперь я точно ее засек. Прямо сразу. Блин, а самое главное, я только выключил камеру. Интересно, это та же или нет. Но она успела уже, зараза, зайти в траву. Буквально со второго рывка атаковала. И сразу в траву. Хотя, блин, палка-то жесткая. Казалось бы, то есть щуки здесь. Так, вырвал ей каким-то образом. Да нет, эта жабра вот, кстати, смотрите. У этой щуки вырвана жабра. Вырвана и вот она уже зажила. Я думаю, это видно на видео. Ну не знаю, по крайней мере, мне кажется, это будет видно. И очевидно то, что она вырвана и зажившая. Какая маленькая щука, и она продолжает жить и охотиться. Так что все вот эти басни, если там повредил щуки жабры, это, как всегда, скажем так, преувеличение. Какая-то может выжить, какая-то нет. Какая-то может быть просто умереть, если там ей наколешь. Но жабра для щуки не является супер жизненно важным органом. Но это вот здесь видно, я думаю. Я ловил щуку, у нее не было вот так вот пасти. Маленький щуренок, еще меньше этого. У нее не было вот так вот пасти. И, тем не менее, щука продолжала охотиться. Так что, вот так. Ну, плыви. Ну что, первая осенняя щука, пойманная на джерк. На самом деле, эмоции меня просто переполняют. Тут я и удочку новую разловил, и новый джерк. Буквально вот недавно купил его. Не знаю, очень просто понравился по виду. Ну, на самом деле, классно. Легкоуправляемая приманка, если учесть особо, что у меня опыта нет. В общем, я не знаю. Я даже забыл сфотографировать. Надо же было запечатлеть ее. Для архива, так сказать. Ну что ж, надеюсь, у моего товарища Димы там тоже все в порядке. И он тоже ловит щук. И потом, собственно говоря, будет, что ему предъявить мне в ответ. Вы не поверите. Я вот сейчас кинул буквально пару рывков, и вторая щука. Она что здесь вот здесь дома у меня что-ли? На самом деле, это вот все в траве здесь. Это вообще... Блин, приманка творит чудеса. Не знаю, или я творю чудеса. Шнурочек, но тем не менее, я не знаю. Сразу прямо атака. Шнурковый этот. Вот дела. Диме будет справиться. Со мной трудно, наверное. Ну тебя-то я зафотографирую. Блин, еще один удар был. Опять что-то выскочило. Я вроде засек. Ну и ничего. Видимо, успевает как-то. Уводила. Не-не-не, это я точно не вру. Потому что реально ударила и утянула. Ну, шанса мне, наверное, второго не дадут. О, блин. Еще какую-то ракушке кусок взял. Сейчас хочу откидать вот этот вот мелководный заливчик, а потом вернуться вот туда и покидать с другой стороны также джерком. В этом месте я решил попробовать классические воблеры, потому что джерк, уже рука подустала. Ну, на самом деле нет, рука не устала. Просто надо как бы разнообразить. И самое интересное, я решил попробовать с одного из своих любимых воблеров, который я, тем не менее, давно не доставал из коробки. Я говорю про Orbit 110. Дело в том, что вот в таком замечательном цвете и интересном появился у компании ZipBaits Orbit. Этот цвет называется Lizard. Блин, он на самом деле выглядит фантастически, классно. Но я, как уже и говорил, и говорю, и буду говорить, что в цвета я не верю. Для щуки цвет занимает пятое место, может шестое, может десятое. Но вот для рыболова цвет часто имеет определяющее значение. То есть, вот я сейчас Orbit не ставил, не ставил. Появился в новом цвете, есть желание на него половить. Так что ловят производители на цвет нас с вами рыболовов. Палочкой я буду кидать воблер. Воблеры буду кидать сегодня. Это новая Twitch от Spartex. Уже вам знакомая по многим видео. Это практически классическая унцовка Test 727. Ну, я же говорю, в общем-то, скажем так, приближенная уже к классификации японцев. Тест, и нам с вами более понятен. Ну, в общем-то, так она и работает. Мне по Twitch она очень нравится, потому что она, вот реально, она и не кол. И в то же время, ну, не знаю, в общем, это трудно описать, но она работает как надо. И самое интересное, что, в общем-то, в бюджетном сегменте выступает, ну, относительно. Так что, кому интересно, берите ее на карандаш. Ладно, надо ловить. Старый добрый орбит. Хотя, обычно орбит ловит на любой проводке. Если вообще рыба настроена есть именно орбит, она часто настроена есть именно его, что-то есть такое магическое в орбите, то она должна, по идее, и клюнуть. Кажется, я встрял в корягу. Ну, ладно. Думаю, отцеплюсь. Ух ты, хорошо засела. Ну, раз так получилось, плыву облавливать дальше. Значит, наверное, сначала не планировал облавливать этот залив, потому что хочу на глубину, на самом деле, пойти, но решил попробовать. Ну, что-то пока, на самом деле, реакции никакой, поэтому задерживаться долго не буду. По-быстренькому джеркам попробую, и все. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, я не знаю, вы, наверное, слышали. Буквально первая проводка сразу атака и удар. И хорошая щука. Я не знаю, почему она не засеклась настолько горючком. Ну, что такое? Ну, что, вторая попытка? Я думаю, бы шанс. Буквально я вот только первый рывок сделал. Хуже всего, что заснять, это не получается. Вот так бы сейчас крупным планом дать момент, как она атаковала. Ну, ладно. Плыву уже обратно. Решил не зацикливаться на одной части водоема. Сейчас буду облавливать глубины, ну, и рядом. Потому что хочу ратлины покидать. А джерка, если честно, уже устала, рука с непривычки. Интересно, как там у Димки, есть ли у него успех или нет. Он, кстати, будет хитрить. Он на всякий случай взял с собой спиннинг, потому что он тоже не уверен. Он даже является, скорее, противником того, что в нашей местности ловить щуку нахвостом. Это я его заставляю, на самом деле, чтобы было просто, ну, видео какое-то интересное снять. Просто как челлендж какой-то. Потому что он говорит, в наших широтах бесполезно. Проще и лучше ловить спиннингом. Ну, не знаю, вот сегодняшние результаты. Я не смог ему дозвониться. Посмотрим, какие будут сегодня результаты. И что из этого получится. Надеюсь, что и у меня что-то получится. Хотелось бы еще поймать парочку щук. И желательно побольше. Ладно. Пожелайте мне приятного аппетита. И сейчас мы вместе с вами продолжим нашу, вашу виртуальную и мою настоящую ловлю. А вот плывет ко мне Дмитрий Сплав. У него либо очень много щуки, либо очень мало щуки. И поэтому он придет либо хвастаться, либо жаловаться. Может быть... Я говорю, все хорошо. Я говорю, что ничего не слышит. Ладно. Пусть подплывает. Сейчас узнаем, что у него там. Ну что, Дмитрий Сплав, расскажи, пожалуйста. Судя по всему, ты ничего не поймал, да? Судя по всему, меня рыба признает только за... Как его называют? Только за ротбилдера. Не, ну что... Если ты так редко выезжаешь, то и фиг тебе. Ну что, правда ты ничего не поймал? Правда. На нахлыст ничего? Ничего. То есть ты хочешь сказать, что наш челлендж не удался? Я тебе хочу сказать, что твой челлендж не удался. Причем здесь я? Вот так. И все. И ты даже вместо нахлыста спиннинг поставил. Да? Это ужасно. Почему? Ну ладно, давай хоть так половим. Может что поймаем. Чего, собственно говоря, ужасно. Ничего не вижу ужасного. Ну все, Дмитрий сплав, в общем, будет со мной сейчас ловить на спиннинг. Ну ладно. Что-то он... В общем-то я пришлось выключить камеру, потому что он нецензурно выражался. Пронахлыст, щуку и... Не знаю. Хотя, может, надо было записать, чтобы ему было стыдно. Так, а я тем не менее временем поставил ратлин. Попробую сейчас им провести тут. Оп. Вот он и ратлин сработал. Ну это что-то такое, как бы... Что-то... Да. Ура! Сработало! Ай-яй-яй! Да, и вот так вот в руку может и засадить, зараза. Вот такой вот у меня компонент. Быстро, так сказать, сдался, сдулся. Подожди, подожди. Ты еще щуку поймай. Не мне, жене моей. Да, вот он еще и давит на жалость. Дай-ка мне лучше... Вот так вот. Никакой жалости, твое обещание. Пряничка, пожалуйста. А, вот пряничек еще, пожалуйста. Щука где? Блин, ну я не поймал тех, которых обещал достойных. Тебя, твоей жены и твое семейство. В руку припоминается мне случай, когда ты еще раз не сдержал свое обещание, мальчик. Блин, ну рыба... Мы будем с этим разбираться, я не знаю. Рыба иногда не клюет. Тут уж поделать ничего нельзя. Нет, друг мой, нет. Сейчас тут его муток ловить. Вот тут мы поймаем точно. В нас будут стрелять. Правда мы потом как паниковский будем. Но это придаст колорита к сегодняшнему выезду. Да, такое видео будет дорогого стоить. Вот. А значит сейчас придумываем пути отхода. Разначаем время чем. Смотри, тут ходит стадо гусей. Их украсть, в общем-то, никакого нету. Проблема. Я жалю, старик паниковский нам бы завидовал. Конечно, такая численность, ничего себе. Угу. Решил поэкспериментировать и поставил бальсонга. И, наверное, еще надо сегодня тонущую рудру попробовать. В общем, посмотрим, что получится. Ну, заодно и проверю новую удочку. Как она справляется с этим. Я думаю, что она хорошо справляется, потому что для этого и создана. Но все равно. Ну, еще читал, как люди бальсонг твичат. Кто там три коротких удара делает, кто два, кто подтяжками. И у многих ловит. А у меня нет. Ну что, плыву дальше. Надеюсь, что у меня оставшийся у меня час, чуть больше, смогу за это время реализовать хотя бы еще одну рыбу. Да и Диме обещал. Он что-то сегодня быстро сдал, к сожалению. Так. Субтитры сделал DimaTorzok. И напоследок. Я прям, не знаю, уже собирался. Ух ты, хороший зверь. Ребята, я прям доволен. Вот это завершение рыбалки. Правило последних 33 забросов работает. Да это что же там за зверь. Такая килушечка. Вот так. Причем двойной удар она делала. Ой, 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 как хорошо. Глянь, ратлин в самую эту. У тебя теперь еще. У тебя я Диме обещал. Вот на этой ноте, наверное, и надо завершать рыбалку. Которая, в общем-то, была такой, как бы, не знаю. Ее нельзя назвать неудачной, но... И учитывая то, что не получилось то, что я хотел, те планы по поводу нахлыст против спиннинга, как-то вот, наверное, противостояния не получилось. Учитывая все это, можно сказать, что рыбалка не сильно удачная. Но, с другой стороны, как бы, рыба поймана. Удовольствие получено. День прожит не зря, конечно, блин. На самом деле, то, что я разловил джерк, все же опыт джерком у меня с каждым разом растет и растет. Надеюсь, что в этом сезоне удастся достойную рыбу на джерк потягать. Хотелось бы что-нибудь килограмм на пять. Что ж, на этом я буду с вами прощаться. Вот такая вот рыбалка сегодня получилась. Надеюсь, она вам понравилась. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok